У пьесы Растана длинная и красивая театральная история. Главный режиссер театра имени Муссавета решил вписать в нее еще одну страницу. То, что влюбленного поэта и философа все равно будет играть признанный в своем амплуа героя-любовник Александр Домогаров, несомненно, наводит на мысли о том, что эта версия будет оригинальной. К тому же, не отдав явного предпочтения ни одной из сюжетных линий пьесы, любовной, трагической, философской, Павел Хомский решил для себя главное. Его спектакль будет жизнеутверждающим. Еще идут горячие споры, еще только пробуются парики, пока не появился знаменитый длинный нос у Сирано и не готовы костюмы. Но есть у каждого из участников премьеры свой взгляд на пьесу и место своего героя, свои поиски и вопросы, на которые, наверное, и не должно быть точных ответов. Ведь тогда исчезнет та магия, тайна, поэзия, любви, иронии, героизма, который уже сейчас начинает возникать на сцене. Убит поэт Дагарсона. Чтобы зритель испытал художественные потрясения, надо, чтобы актерский нерв ощущался в самом воздухе. Чего-чего, а нервного напряжения в этот вечер в Театре Моссовета хватало еще до начала. Премьерного спектакля «Сирано-де-Ржирак» по пьесе Эдмона Растана. Даже в гримерке сам Сирано, Александр Домогаров и граф Дегиш Сергей Виноградов судорожно повторяли текст. Роксана, специально приглашенная на эту роль Ольга Кабо, только вздыхала. И на минутку, остановившись у зеркала, кометой промчалась мимо, чурша шелками роскошного костюма. Смешная и нелепость графа Дегиша, ум, ироничность и смелость Сирано, сама история неземной любви все в этот вечер имела успех. Теперь я понял все, сударыня, я дрался не за смешной мой нос, за эти две звезды, что на меня глядят, прекрасны и горды.